Всех приветствую на канале NonamEasy. Меня зовут Дмитрий и сегодня наше занятие по SolidWorks будет посвящено библиотеке материалов в SolidWorks. Мы разберем следующие моменты. Первый, как добавить библиотеку материалов в программу SolidWorks. И второй, как внести дополнительный материал в библиотеку SolidWorks. Начнем с первого момента. Для того, чтобы нам добавить саму библиотеку в программу SolidWorks, давайте его откроем и посмотрим, где это вообще находится. Создаем новую деталь. После этого нажимаем правой кнопкой на вкладке материал, выбираем редактировать материал и, как видим, здесь только стандартные материалы от SolidWorks. Допустим, мне не хватает здесь сплавов алюминия, потому что сплавы алюминия здесь все зарубежные. А нам нужен наш российский. Вот то же самое по стали. Здесь представлена простая углеродистая сталь, которая похожа на сталь 3. Да, а сталь 0,9 Г2С и другие виды стали, используемые в нашем строительстве, здесь не указаны, что накладывает небольшие ограничения по использованию нашей программы. Итак, как нам добавить сюда библиотеку своих материалов ГОСТ? Вот у меня есть вкладка загрузки материала и материалы ГОСТ-СВ и библиотека материалов ГОСТ. Первое, что я делаю, я удаляю вот эти два файла, которые на английском языке, потому что если я их подгружу в существующие SolidWorks, тогда у меня все материалы будут отображаться без свойств. Следующее, что я делаю. Все оставшиеся части я копирую. Копировать. И после этого перехожу в сам SolidWorks. Он у меня находится на диске C, Program Files, SolidWorks Corporation, SolidWorks Edu. Дальше выбираю папку Lang, дальше Russian, дальше Materials. И после этого вставляю. Да, вы должны обладать правами администратора, чтобы вставить. Поэтому будьте внимательны. Все, в принципе, добавление библиотеки на этом закончено. Чтобы проверить, добавились ли наши материалы, мы опять нажимаем правой кнопкой «Редактировать материал». И как видим, у нас появилась библиотека ГОСТовских металлов и материалов вот в стали. Есть у нас наши сталь-3, сталь-09Г2С, другие виды стали. Алюминий наш появился, родной, с нашими сплавами, которые нам нужны. Вот АМГ-5ПМ, АМГ-2, АМГ-6 и так далее. Да, то есть все отлично. И причем мы можем этим пользоваться, потому что, как видим, здесь все свойства уже расписаны. И поэтому это нам позволяет использовать данные свойства материалов в расчете Simulation. Теперь нам необходимо добавить материал. Да, допустим, мы посчитали наш элемент из стали, вернее не из стали, а вот на своем примере я скажу, мы посчитали элемент из алюминия. Вот у нас алюминиевые деформируемые сплавы. Да, мне нужен АМГ-3 или АМГ-4. Даже здесь, в нашем ГОСТовском, не все сплавы есть. И мне нужно теперь добавить тот, который нужен мне. Да. Что я делаю? Я выбираю вот АМГ-6H, нажимаю правой кнопкой, выбираю копировать. После этого перехожу на папку, здесь нажимаю вставить. Да, вот он скопировался. АМГ, то же самое с циферкой 2. После этого я его меняю, называю АМГ. АМГ-3. Да, применить. Так, применить, и он у меня вылетел. Так, еще раз. Копируем. Теперь вставляем. Да, переименовываем. АМГ-3. Сохраняем. У вас нет права на запись в следующую базу данных. Сохранить во временную папку цветные металлы. Чтобы получить права на запись, запустите под учетной записью администратора или скопируйте базу данных из временной папки в исходную. Так, что мы делаем тогда? Тогда, если у нас здесь сейчас не получается, надо перезайти, да, я делаю следующее. У нас есть еще папка настроенный пользователь материал. Я в него ввожу новая категория алюминий. После этого нажимаю правой кнопкой и нажимаю вставить. Дальше я также переименовываю. Сохраняем. Теперь все сохраняется и применяется, как видим, да. Закрываем. Опять делаем то же самое. АМГ-3 у нас сохранен. Теперь нам нужно ввести свойства нашего металла. Вот у меня сохранен в поисковике его свойства. Что мы делаем? Модуль упругости у нас совпадает. Семь и один, как видим, да. Семь и один. Дальше. Модуль сдвига совпадает. Коэффициент Пуассона совпадает. Массовая плотность у нас по сайту... Сколько у нас? Массовая плотность? 2,67. Можем поменять. 2,670. Предел прочности при растяжении у нас, у алюминия АМГ-3, он у нас 230. Меняем здесь 48 на 23. Предел текучести у нас 120. Меняем его на 120. Меняем его на 120. Так. Все. Нажимаем сохранить. И все. Мы получили наш АМГ-3, который можем использовать в расчетах SolidWorks Simulation. Поэтому, всем, кому было интересно, не забывайте подписываться на канал. И... Увидимся. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok